Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем традиционном вебинаре, который посвящен анализу ключевых фундаментальных событий прошлой недели. Прежде чем начнем вебинар, традиционная проверка связи, как меня слышно. Если нет проблем со звуком, хотя я уже настроил на максимум, можно поставить плюсики в общий чат и тогда продолжим. Отлично, те кто знает, замечательно. В любом случае, если возникнут какие-то проблемы, пишите в общий чат, либо в рубрику вопросы, я попробую тогда их устранить. Также имейте в виду, что если вы наведете курсор мыши на мое изображение, у вас будет возможность несколько перестроить параметры громкости непосредственно под себя. Что касается сценария нашего вебинара, это традиционно, разумеется, фундаментальные события, на которые обязательно нужно было обратить внимание по итогам прошлой пятидневки. После плавно перейдем на основные фундаментальные события этой пятидневки. Но и с заключительным слайдом, после того, как мы оценим уже общую фундаментальную картину, я представлю вам ценовые ориентиры по основным валютным активам, которые мы используем каждый день в нашей спекулятивной активной торговой деятельности. Давайте традиционно начнем с европейской валюты. Я думаю, что пока ситуация Греции у нас не отпускает, поэтому в целом максимум внимания, конечно же, к позициям главного валютного риска. Европейская валюта в начале прошлой недели испытала серьезный прессинг, конечно же, не такой, как на сегодняшней азиатской сессии. Хотя, если мы посмотрим на актуальные котировки и на те цены, где находится пара сейчас, то сможем увидеть, как, в принципе, евро уже компенсировал весь тот гэп, с которым было открытие сегодняшней торговой сессии. В целом, прошлая пятидневка прошла под, скажем, знаком такого фундаментального давления со стороны, разумеется, не разрешенного греческого вопроса. И, разумеется, на этом фоне евро находилась под давлением. За первые две торговые сессии главная валютная пара евро-доллар потеряла практически две фигуры 200 пунктов, просев до уровня 1.1166. Поводом для активных распродаж европейцев выступили смутные перспективы разрешения греческого вопроса. Несмотря на череду саммитов, практически вся прошлая пятидневка – это саммит за саммитом в Брюсселе, стороны никак не могли выйти на общий знаменатель, никак не могли преодолеть актуальные разногласия и никак не могли договориться по поводу той самой программы финансовой поддержки, которую, в принципе, те трейдеры, которые делали ставку на рост евро-доллара, ожидали уже довольно-таки давно. Но в целом саммиты проходили, по сути, без каких-то прогрессивных решений. Ничего оптимистичного мы не слышали. Были, конечно же, периодические заявления, как со стороны еврочиновников, то есть представителей тройки кредитеров Европейской комиссии, МВФ и, соответственно, Европейского центрального банка. Были периодические и позитивные комментарии со стороны греческого правительства, но дальше слов, к сожалению, дело не шло. Еврочиновники всерьез полагали, что в ходе встречи, которая была запланирована на прошлый четверг, удастся сдвинуть ситуацию с мертвой точки, поскольку вроде бы как к четвергу Греция должна была представить новый пакет предложений для урегулирования стройка кредитеров. Собственно, этот пакет был представлен, но, разумеется, как и недели ранее, как и, в принципе, месяцем ранее, эти инициативы не нашли соответствующего одобрения со стороны тройки кредитеров. Этот документ был завернут, отправлен обратно в Афины на доработку. И поэтому напряженность росла, еще больше нервировала рынки и провоцировала ту динамику по финансовым активам, как на рынке Форекс, так и на фондовом рынке, который, собственно, мы наблюдали. Греция была просто обязана, на мой взгляд, на прошлой неделе попытаться, как я уже отмечал, прыгнуть выше головы и все-таки найти возможности для обеспечения финансирования своего долгового обязательства перед МВФ. Это обязательство на сумму в 1,6 миллиарда евро. Напомню, что завтра стекает срок исполнения этого долгового обязательства и оплаты долга. И, к сожалению, сейчас, скажем, позитивного фона, который позволил бы нам готовиться к тому, что завтрашняя торговая сессия может оказаться полна оптимизма, сейчас не приходится. Напротив, мы знаем то, что никакого прогресса, вот уже полдня прошло, понедельника. Мы знаем то, что между сторонами по-прежнему существенное разногласие. И Греция по-прежнему не может обеспечить финансирование своего долга. Соответственно, неспособность ратифицировать сделку до конца месяца, в принципе, вот уже до конца завтрашней торговой сессии, может побудить Европейский Центральный Банк полностью перекрыть финансовую поддержку для греческого финансового сектора. Остается еще чуть-чуть, но я думаю, что если ситуация затянется, если Греция завтра снова пропустит платеж, как это было 5 июня, можно будет обозначать уже самые негативные сценарии, связанные с тем, что Греции придется объявить о дефолте, поскольку долг перед МВФ, это даже уже не технический дефолт, поскольку поддержать уже Грецию никто не сможет, поскольку, скажем, если бы это... М-м-м-м... М-м-м-м... М-м-м... Прошу прощения за технические проблемы. Я думаю, что сейчас связь восстановлена. Как меня слышно сейчас? Отлично, значит можно продолжать. Итак, остановились мы на программе финансовой поддержки со стороны кредитора, прежде всего со стороны соответствующих инстанций МВФ, Еврогруппы и Европейского центрального банка. Но сейчас нас интересует, конечно же, Европейский центральный банк, потому что мы знаем, что они как раз в принципе сейчас в перспективе и могут свернуть программу экстренного кредитования, которая поддерживала Грецию на протяжении последней прошлой пятидневки. Напомню, что за семь последних дней, но если не брать сегодняшнюю торговую сессию, ЕЦБ оказывал дополнительную поддержку практически пять раз для греческих банков. Поскольку сегодня мы знаем, что Греция пошла на совсем радикальные меры, в частности их можно уже свести к мерам, связанные с ограничением движения капитала, знаем то, что сейчас банки закрыты предварительно до следующего понедельника. И что касается лимита снятия наличности, то сейчас этот лимит не превышает 60 евро. Поэтому в целом мы обозначали возможность того, что могут сложиться так обстоятельства, вследствие которых Греция лишится финансовой поддержки. И единственный инструмент, который позволит им, единственная мера, которая позволит им остановить катастрофический отток капиталов из страны, это как раз ввода валютного и контроля за капиталом. Это сейчас и происходит. Мне кажется, что может быть это было решение, которое продиктовано текущей действительностью, реальностью, может быть иначе было нельзя. Но в целом я считаю то, что это весьма радикальное решение, которое может стать началом конца такого понятия, как стабильная греческая банковская система. Хотя в последние несколько месяцев в принципе греческую банковскую систему нельзя было назвать стабильной. Но сейчас риски серьезно увеличиваются, и это в принципе может быть предпосылкой для полномасштабного экономического кризиса, который в перспективе может перерасти в кризис легитимности государственных институтов власти. Вернемся к баталиям между Афинами и Тройка корректоров. Вернемся к тому, на каком этапе находится это противостояние. Разумеется, если бы был компромисс, вы бы об этом уже знали, и договоренности по-прежнему нет. Поэтому сейчас мы готовимся к самому негативному сценарию, связанному с потенциальным техническим дефолтом Греции и подготовкой к выходу Афины из состава валютного блока. Интересно то, что если дойдет дело до подобных процессов, то есть если дойдет дело до распада валютного блока, система, которую раньше называли стабильной и необратимой в плане целостности, могут быть и другие регионы, которые также сейчас активно выступают против мер жесткой экономии. Регионы, которые могут последовать по стопам Греции. И среди них Ирландия, среди них Италия, Испания. И в принципе проблемы там в целом не меньше, чем в Греции. Если мы сравним сейчас уровень государственного долга по отношению к ВВП, то сможете увидеть, что там тоже зашкаливающие показатели. И в целом как раз это та статистика, которая указывает на актуальные проблемы в рамках валютного блока и проблемы, которые уже в конечном счете были сведены к предпосылкам и зарождению своего рода первого прецедента в лице Греции. О том, что этот союз может быть разрушен и экономика, которая сейчас еле держится на плаву, может просто потонуть. Что касается статистики, давайте немножко отойдем от греческой ситуации и вернемся к статистике. Это прошлая неделя. Более-менее важные и интересные отчеты стали поступать во вторник. В частности были опубликованы данные по производственной активности в промышленном секторе Германии. Индекс вырос до 51,9 против прогноза 51,3. Аналогичный отчет был опубликован еще и по еврозоне 52,5 против прогноза 52,2. Американская валюта, в отличие от главного валютного риска, напротив, продолжила набирать обороты и тому были своего рода свои фундаментальные предпосылки. В частности, к концу вторника пара доллар-японская иена добралась до локального максимума 124,17. Практически подойдя к нашей цели, которую мы поставили на среднесрочной основе, это цель 125. Но потом так сложились обстоятельства. Все-таки доллар дал слабину, несколько сбавил позиции. Но мы не отменяем нашу инвестиционную идею касательно возможности закрепления выше 125, поскольку сейчас ждем новых отчетов. На этой неделе также их будет достаточно. И, в принципе, продолжаем подготовку к тому, что до конца этого года мы услышим о очень важном решении, долгожданном. Для многих это, конечно же, решение о повышении процентной ставки. Что касается статистики, которая поспособствовала росту американца в начале прошлой недели. Это заказы на товары длительного пользования. Мы стараемся обратить внимание на этот отчет, скажем, в чистом виде, без учета транспорта. И если мы посмотрим на фактические цифры по этому макроэкономическому показателю, то затраты, заказы выросли на 0,5% против прошлого показателя минус 0,3%. В целом позитив очевиден. И самое интересное сейчас, и очень правильно, я думаю, что если вы подходите к анализу статистики, нужно сравнивать фактический показатель не только с прогнозным сейчас, но и обязательно сопоставлять его с прошлыми значениями. Потому что прогнозы, они могут быть абсолютно неоправданы с точки зрения либо потенциального негатива, либо потенциального позитива. Но вот если мы сравниваем с прошлыми показателями, у нас может быть формировано подобие тенденции. И, разумеется, эту тенденцию мы уже закладываем как раз в текущие, фундаментальные политические и политико-экономические курсы. И на основании уже того, как эта статистика сказывается на экономике, мы, напротив, делаем дополнительные выводы о том, что с экономикой может произойти и дальше. В рамках ФРС эта статистика сейчас, скажем, двойного назначения, потому что мы не только пытаемся сделать выводы о следующих и будущих показателях по ВВП, мы по американской экономике через статистику пытаемся получить подтверждение готовности монетарных властей, то есть ФРС США, к ужесточению монетарной политики. Другие отчеты – это продажи новых домов тоже по штатам, выросли на 2,2%. Между прочим, это максимальный уровень с 2008 года. Поэтому в 2008 году, когда мировой экономический кризис захлестнул с вами негативными последствиями все развитые рынки, действительно, начался глубокий экономический спад. После этого в качестве целей, которые нужно было бы достигнуть для восстановления экономики, в частности, были поставлены конкретные статистические ожидания, параметры по улучшению секторов, в частности, если мы говорим про США, это, допустим, после кризиса 2008 года были такие основополагающие ожидания, цели, которые 100% нужно реализовать. Это безработица ниже 5%, соответственно, динамика рынка недвижимости, рост больше 2%, сейчас мы видим показатели уже превосходящие эти ожидания. Инфляция целевой показатель в 2%, но к инфляции мы еще вернемся, поскольку инфляция – это совершенно отдельная история, ее нужно рассматривать через призму разных составляющих. И, честно говоря, с какой бы стороны мы сейчас не посмотрели на инфляцию в США, все-таки больше оснований констатировать позитив, который позволяет вывести еще, скажем, к более убедительным аргументам касательно того, что долгожданное решение все-таки может быть анонсировано на рынке до конца 2015 года. Поскольку статистика вышла неплохая, разумеется, трейдеры получили еще несколько сигналов о готовности американских властей к повышению ставки. Кроме того, в ходе своего выступления один из высокопоставленных и влиятельных членов ФРС Пауэлл отметил, что ожидает не просто ужесточение монетарной политики, а, возможно, даже двукратное повышение ставки в этом году. В сентябре, по итогам сентябрьского заседания, когда будет состоится очередная конференция еще после этого руководителя ФРС Джанет Хеллен. И еще под конец 2015 года, то есть в декабре. Но нам пока, конечно же, анонсировать двукратное повышение. Пока лично нет должных аргументов для этого. Хотелось бы дождаться хотя бы однократного повышения. Но в целом предпосылки для ужесточения монетарной политики созданы. И мы видим то, что из месяца в месяц все больше голосующих членов ФРС начинают склоняться в пользу того, что лучше уж начать уже ужесточать монетарную политику. Поскольку промедление этим может стать причиной формирования финансовых пузырей некоторого подобия, которое, скажем, мы наблюдали в 2008 году. Пузыри, конечно же, сейчас это меньше всего, что нужно рынкам. Тем более, если они касаются ключевых секторов экономики в целом. Вернемся к другим активам. Еще хотел отметить по итогам торговой сессии вторника нефть. Поскольку нефтяной актив, мы делаем ставку на бренд и сопоставляем его с динамикой российской валюты, отличился очень неплохим ростом. Во вторник, как стало известно, запасы нефти США по версии частного агентства API снизились до 3,2 миллиона баррелей против прогноза снижения до 2 миллиона. Тем не менее, в среду, когда был опубликован уже официальный отчет от Министерства энергетики США, мы увидели то, что запасы сократились еще более объемлющими темпами. 4,9 миллиона, и это, между прочим, восьмая неделя подряд. Однако нефть, по идее, должна была получить основания для роста. И в целом это была бы логичная реакция. На самом деле, не торопилась с ростом и показала коррекцию по итогам дня. Удивительно было, конечно же, особенно для тех, кто привык делать такой логичный прогноз и логичную ставку по факту статистики и соответствующей отдаче по энергоресурсам. Но я думаю, что сейчас, на какую статистику мы бы не ориентировались, не стоит упускать из вида ситуацию в Греции, которая является фактором, дестабилизирующим общий мировой экономический порядок. И это уже факт, который констатировался неоднократно. Поэтому дополнительный негатив провоцирует активную разгрузку рисковых инструментов и буквально, скажем, инструменты всех порядков. Это рынок Форекс, это биржевые индексы и это сырьевые активы. И в целом мы видим, что усиление негатива и соответствующая разгрузка рисковых инструментов. Сейчас эта логика на самом деле сохраняется. И даже если уж и не делать конкретно такую точечную ставку на определенный актив, в целом вы должны понимать, что сейчас ситуация отнюдь не располагает к тому, чтобы вкладывать средства в рисковые инструменты. Сейчас лучше делать ставку на защитные гавани, на защитные убежища. Это могут быть валютные активы, такие как доллар, швейцарский франк и еще лучше иена. Кстати, на сегодняшней азиатской торговой сессии иена очень неплохо подтвердила статус того, что это один из самых привлекательных на фоне неопределенности инструментов. Если это, скажем, рынок дополнительных инструментов, то здесь нужно делать ставку, конечно же, на самые главные, самые надежные облигационные активы. Это американские трежерисы, это немецкие бунтсы. Если это, скажем, сырьевой рынок, то здесь нужно ориентироваться на драг металлы, на золото. В общем, выбирать всегда есть из чего. И хорошо, чтобы ситуация, скажем, на рынке формировалась таким образом, чтобы подталкивала нас к подобному выбору. Сейчас ситуация есть. И меньше всего, что, скажем, я думаю, что неправильное решение, которое может быть принято с учетом текущего новостного фонда, это все-таки по-прежнему, не знаю, чем аргументированные позиции, которые подталкивают многих трейдеров продолжать покупать евро, продолжать покупать фонд, австралиец, новозеландец. В общем, те активы, которых мы сейчас просто сторонимся. И я объяснил, почему. Я думаю, что спорить с этим не нужно. Это также классическая логика, подход к тому, как нужно себя вести на фоне актуальных предпосылок для рисков. И я просто хочу, чтобы вы принимали верные решения и, по крайней мере, взвешивали любую сделку, которая сейчас происходит на финансовых рынках. Что касается других отчетов, давайте переходить к торговой сессии среды, поскольку в среду у нас была возможность проанализировать данные по ВВП. Третья оценка темпов экономического расширения за первый квартал. И по факту мы увидели то, что данные совпали с прогнозом минус 0,2%. Однако отчет превзошел прошлый показатель, снова повысив привлекательность американской валюты. И в целом мы увидели, как пар доллар-японская иена продолжила восходящее движение и смогла добраться по итогам торговой сессии среды до уровня 123.83. По Греции снова пришли тревожные вести. Тройка кредиторов отклонила новое предложение по реформированию экономики. Поэтому очередной саммит оказался безрезультатным. Поэтому напряженность лишь продолжила нарастать. И стала причиной того, что все меньше трейдеров ожидали уже позитивного исхода в связи с этим, поскольку понимали, что если бы была такая возможность, наверное, эта договоренность была бы достигнута раньше. Но сейчас совершенно очевидно, что кто-то создает всяческие препятствия для этого компромисса и, честно говоря, удачно это делает. В четверг баталия продолжилась. И локально, скажем, локально внутри дня, с учетом тех новостных комментариев, которые мы слышали по факту продолжающегося противостояния, был даже легкий локальный позитив. Он был связан с тем, что Греция, может быть, оказавшаяся в безвыходной ситуации, снова осознав, что прежде всего на уступки нужно идти им, прежде всего Афины должны проявлять гибкость, ведь проблемы характерны для них, подготовили уже новый пакет документов, новый пакет предложений и снова представили его тройки кредитеров. Еврогруппа подтвердила факт получения этих предложений, сообщила о том, что нужно время, чтобы согласовать, все обсудить и спустя какое-то время снова выкинула такую форс-мажорную новость на рынок, о том, что очередные предложения являются несостоятельными и нас полностью не устраивают. Это прямая, скажем, формулировка со стороны представителей Еврокомиссии, что стало причиной повторного негатива, еще больше таких стрессов на финансовых рынках, поскольку поняли, что конец недели уже близится и прорывных, прогрессивных решений нет. Выходные как раз это последний срок, последний шанс для Греции найти какие-то точки соприкосновения и все-таки попытаться убедить тройки кредитеров в том, что они готовы реформировать экономику, но только дайте нам деньги, разблокируйте финансовые транши, ликвидности на сумму 7,5 миллиардов евро, позвольте нам, скажем, вздохнуть полной грудью, исполнить долговые обязательства и дальше продолжить копошиться в плане решения экономических проблем. Но не тут-то было. По факту мы видели то, что тройка кредитеров заняла жесткую позицию, разумеется, не шла ни на какие уступки, отмечая то, что это именно Греция должна делать первый шаг, второй, третий в плане нахождения этого компромисса. Греция лишь, скажем, включала заднюю и отмечала тот факт, что они не могут реформировать экономику в соответствии с тем структурным планом, который требует тройка кредитеров, поскольку, если это произойдет, это будет прямым нарушением тех предвыборных обещаний, которые закладывала Греция в основу своего политика экономического курса. Поэтому, учитывая актуальность негатива ближе к концу прошлой недели, мы видели то, что евро продолжил пребывать под таким фундаментальным прессом. Действительно, трейдеры уже не так активно покупали эту валюту, напротив, выставляли потенциальные стопы и стали уже больше ориентироваться на возможности трейдинга по этому тандему валютных активов евро-доллару уже через занятие коротких сделок. Из статистики четверга можно было выделить данные по штатам, число заявок на пособие по безработице вот уже 17 недель подряд держится ниже 300 тысяч. В то же время, если мы отойдем от цифры, а просто будем констатировать тенденцию, то показатель ниже 300 тысяч, как я уже отмечал и на прошлом вебинаре, является очевидным позитивным фактором, поскольку с такой динамикой и с такими темпами американская экономика сможет добиться от сливых показателей по безработице уже к концу этого года, то есть ниже 5%. Другие данные – это личные расходы, которые в этот раз также показали позитив. Это еще один фактор для ожидания потенциального ужесточения монетарной политики, поскольку отчет оказался очень неплохим. Личные расходы выросли до 6-летнего максимума. И, разумеется, на фоне этого отчета можно говорить о том, что они в перспективе будут стимулировать темпы экономического роста через активизацию потребительской активности, что непременно скажется на показателях и на роничный продаж. Напомню, что потребительская активность – это 2 трети показателя по ОВП. И если сейчас создаются такие хорошие условия, я думаю, что нам нужно готовиться к очень неплохому отчету по состоянию ключевого показателя экономики США в целом. То есть по состоянию данных ОВП. Этот отчет мы будем анализировать уже совсем скоро. Выросли личные доходы 0,5% против прогноза 0,5%. Да, здесь в принципе показатель совпал с ожиданиями, но в целом достаточно того, что мы получили уже много позитива по факту роста личных расходов. И в целом такая динамика активности, в частности материальных отрат, она является еще одним предвестником того, что экономика в принципе чувствует себя неплохо. Население видит то, что темпы экономического роста будут расти, поэтому сейчас в принципе не включают режим экономии, а продолжают тратить, расходовать и тем самым влиять на позитивные показатели по экономике в целом. Что касается реакции доллара и японской иены, то на самом деле после публикации этих неплохих макроэкономических данных, очень хороших макроэкономических данных, если уж говорить по факту, логично было бы ожидать роста американской валюты против японского конкурента, но локально этого не произошло. Пара слегка просела до уровня 123.62. Опять же, может быть, сюда можно вернуть ситуацию по Греции, когда предпосылки для какого-то негативного сценария провоцируют инвесторов на переход и уход в более защитные активы. Если говорить про пару доллар-японская иена, да, это и японская иена, и доллар, это защитные активы, но на фоне прям серьезных проблем трейдеры зачастую отдают предпочтение именно иене. Может быть, это и стало причиной, из-за которой пара доллар-японская иена к концу, то есть к концу торговой сессии четверга, да, чуть скорректировалась. И что касается заключительной торговой сессии, в целом евро чуть просела в пятницу до уровня 1.1169. Американская валюта, напротив, оформила очередную бычью свечу и смогла добраться до уровня 123.80. Снова были фундаментальные предпосылки. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета добрался до уровня 96.1 против прогноза 94.6. Еще немного и смогли бы обновить 11-летний максимум. Но я думаю, что это еще впереди. Может быть, через пару недель, когда мы снова вернемся к Мичиганскому индексу, я думаю, что нас будут ожидать показатели получше. Это что касается в целом прошлой недели. Давайте переходим теперь на текущую пятидневку. Завтрашняя торговая сессия. Германия и Англия в целом у нас с еврозоной. Главные действующие фундаментальные персонажи странового масштаба. В частности, из отчетов я бы выделил два. Это слушание отчета по инфляции в Англии и индекс потребительских цен. То есть, другими словами, также инфляция, только уже по еврозоне. Что касается Англии. Разумеется, сейчас очень много инвесторов пытаются найти какой-то позитив в макроэкономическом фоне. Позитив, который станет причиной того, что пара фунт-доллар продолжит восходящее движение и вернется в район 1.60, приблизится к этой отметке. А может быть, даже получит какие-то дополнительные основания для роста. Я таких ожиданий совершенно не разделяю. Потому что единственное, что может сейчас неплохо толкнуть фунт к этим уровням и, в принципе, поставить его в лидеры против американского конкурента, это сообщение о том, что инфляция, целевой показатель по инфляции, вы знаете, то, что по Англии, так же, как и по другим развитым рынкам, это 2%. Этот показатель сможет оказаться в районе 2%, в перспективе меньше года. Но основания для этого нет. Если вернемся к последним данным по индексу потребительских цен, напротив, этому показателю только удалось преодолеть дефляционные риски. Да, есть определенный фундаментальный позитив, связанный с ростом динамики заработных плат. А зарплаты как раз являются составляющей индекса потребительских цен. Но мы видели, да, очень хороший отчет на прошлой неделе. Но для того, чтобы этот отчет мы поставили во главе угла и сказали, что да, есть все основания, чтобы он стал движком, катализатором для общего показателя по инфляции, нам нужно увидеть тенденцию. Тенденция – это показатели, скажем, за 3-4 месяца. Ну, 3 месяцев будет достаточно. Если такая тенденция на рынке будет присутствовать, тогда и сделаем ставку на то, что Банк Англии готов к тому, чтобы перейти к ужесточению монетарной политики. Сейчас у нас нет тенденции, у нас есть только локальный отчет. И локально он уже отыграл в плане позитива себя. Я надеюсь, что вы смогли провести хорошие прибыльные сделки в связи с этим. Ну, в целом, сейчас больше стоит делать ставку на коррекцию. Тем более, что мы ведь рассматриваем еще тандем против американского доллара, где статистики сейчас предостаточно. И статистика-то весьма неплохая. Статистика, которая приближает нас к решению по повышению ставки. Что касается еврозоны, здесь в целом, конечно же, отчет сильный, но больше внимания будет уделено как раз Греции, поскольку завтра момент X, завтра нужно будет исполнить долговое обязательство перед Международным валютным фондом. Поэтому, в целом, я думаю, что статистика, она как таковая будет нивелироваться, поскольку именно разрешение ситуации, либо неразрешение ситуации с Грецией, сейчас и формирует общий настрой в отношении рисковых инструментов. И сейчас я в целом бы больше делал ставку на какой-то негатив. По сути, можно закрыть глаза на все эти макроэкономические отчеты и ожидать с большей вероятностью негативного расклада в плане разрешения греческого долгового кризиса. И на фоне подобных ожиданий, разумеется, какой бы рисковый инструмент мы сейчас не рассмотрели, подцепной реакции вследствие негативных тенденций и негативной динамики по евро, эти настроения будут переняты и другими инструментами. Яркий пример сегодняшнее открытие с ГЭПом. Мы видели то, что евро просел на 170 пунктов, если быть точными. Другие рисковые инструменты, разумеется, также не смогли оказать никакого сопротивления доллару и также поторопились вслед за евро валютой. Да, там не было такой существенной потери, как по евро, но в целом мы увидели тоже ГЭПные открытия по другим активам, направленные на ослабление их позиций. То есть сейчас у нас настроение формируется евро, и вот исходя уже из той динамики, которая будет показывать главный валютный риск, можно уже через корреляцию говорить о динамике других инструментов. В среду нас ждут данные по индексу игловой активности в производственном секторе HSBS. Будем надеяться, что хотя бы в этот раз показатель сможет выбраться за пределы уровня 50, то есть уровень, который выделяет восстановление от стагнации. Но это очень оптимистичное ожидание. Я думаю, что показатель снова будет ниже 50. И если будет именно так, значит индекс деловой активности в производственном секторе HSBS по Китаю можно будет использовать как дополнительный фактор давления на нефтяной актив, поскольку именно Китай сейчас формирует в той или иной мере спрос и фактическую динамику по сырьевым активам. В среду стоит обратить внимание на данные по EDP, это состояние американского рынка труда, который подготовит нас к официальной статистике. Только в этот раз Non-Farm Perils, которые публикуются традиционно через день после этого, то есть в пятницу, будут опубликованы в четверг, а не в пятницу. Почему? Потому что в пятницу в США день независимости, а что-то чуть поехали на сутки раньше. Поэтому разброс временной диапазон будет незначительным. В целом можно будет после EDP переключаться на Non-Farm Perils. Если посмотрим на прогнозные ожидания, то сможем убедиться в целом, что большинство экономистов склоняются в пользу того, что этот отчет станет очередной фундаментальной победой для доллара и позволит ФРСу еще ближе приблизиться к решению по повышению процентной ставки. И в среду, конечно же, для тех трейдеров, которые ориентируются на нефть, изменение запасов нефти и нефтепродуктов. Это отчет, который напрямую повлияет на динамику, как это было традиционно и всегда. Если увидим снижение запасов, это может стать уже девятой неделей по счету. Но если посмотрим, точнее вернемся к отчету прошлой недели, даже факт снижения запасов не всегда является причиной, в следствии которой можно покупать WCI и Brent. Мы видели то, что по итогам прошлой недели запасы существенно снизились, больше 4 миллионов баррелей за неделю минуса. Но нефть по итогам торговой сессии не подросла, а продолжила пребывать в рамках коррекционного канала и продолжила двигаться в район нашей стратегической цели, которую мы обозначили на уровне 60-61 доллар. Сейчас эта цель практически уже реализована, еще чуть-чуть остается. Я думаю, что пройдет совсем немножко времени и мы сможем уже ориентироваться на другие ценовые ожидания и закроем очередную результативную инвестиционную идею. В четверг, как я уже сказал, из-за дня независимости в пятницу нас ожидают пятничные отчеты. В четверг это количество новых рабочих мест, созданных вместе с хозяйственного сектора, то есть традиционные нон-фарм перлс. Советую также обратить внимание и на среднюю почасовую заработную плату, поскольку сейчас у нас есть возможность в купе через, скажем, фактически один отчет сразу же оценить и перспективы американского рынка труда и посмотреть, есть ли соответствующие предпосылки для роста уровня инфляционного давления. Поэтому торговая сессия четверга будет весьма волатильной, интересной и значимой для доллара. Но поскольку я являюсь традиционным быком по американской валюты, я считаю то, что эти отчеты смогут снова поддержать позиции доллара и еще ближе приблизить пару доллара японской иены к нашей среднесрочной цели, которую мы обозначили в районе 125. И в пятницу, день независимости в США, рынок будет, скажем, не таким динамичным и активным, по сути облегчен отсутствием определенного количества трейдеров. Но на рынке Форекс, наверное, это особо не скажется, учитывая то, что, скорее всего, у нас уже будут какие-то итоги по Греции и эти итоги уже будут полностью дисконтированы ценно. Поэтому трейдеры продолжат кататься на тех тенденциях, которые лягут в основу финансовых рынков, как фонды, так рынка Форекс, так и долговых инструментов уже в середине этой недели. Поэтому, конечно же, смотрим за волатильностью и делаем ставки в зависимости от, скажем, той фундаментальной картины, которую я сейчас вам описал. И что касается целей, это заключительный слайд. Основные валютные пары евро-доллар, австралиец против доллара, доллар-японская иена и фунт против доллара. Те цели, которые мы планируем зафиксировать уже до конца этой пятидневки. Поэтому считаю, что ими можно руководствоваться, тем более, что использовать их вкупе с вашим собственным субъективным мнением рынка. Так получается целостное представление о тех тенденциях, которые характерны для рынка. И именно так закладывается основа для самых прибыльных и перспективных сделок. Поэтому хочу пожелать вам удачи в трейдинге. И имейте в виду, что волатильность будет бешеной. Поэтому не злоупотребляйтесь рисками. Теперь готов ответить на ваши вопросы. Можно задавать их в рубрику. Либо вопросы, либо писать в чат. К сожалению, сейчас у меня перед глазами нет конкретных вопросов. Уровни по этому тандему валютных активов. Но в целом, поскольку мы все-таки ожидаем фундаментальной слабости от обоих активов, я думаю, что в плане негатива гораздо, скажем, динамичным сейчас будет именно на фунт. Поскольку по японской иене сейчас трейдеры, как видно по реакции, дают больше предпочтения на том, чтобы пересидеть в этом активе. Это потенциальный интерес, соответственно. И что касается программы количественного смягчения, а точнее расширения ее, мы не можем сейчас руководствоваться с конкретными сроками, когда эта программа будет увеличена. На 20, 30, 40 или 50 триллионов иен. Но я думаю, что если это произойдет, то не раньше заключительных месяцев этого года. Поэтому сейчас особо негативить по японской валюте не стоит. А вот что касается фунта, здесь у нас уже очевидное отношение, негативное к фунту как к очередному представителю рисковых инструментов. И поскольку я обозначил актуальные риски для подобных активов, я считаю то, что фунт иена с гораздо большей вероятностью сейчас может стремиться к медвежним целям. То есть ниже тех уровней, на которых пары торгуются сейчас. В целом для риска в случае негативного сценария я сейчас обозначаю возможность коррекции больше, чем на 100 пунктов. Евро это совершенно другая история. Если дело дойдет до самого негативного сценария, мы сможем увидеть коррекцию куда более объемную и превосходящую. Большое спасибо за вопросы. Тогда удачной вам торговой пятидневки, хороших сделок. Увидимся уже в ходе нашего следующего вебинара в следующий понедельник. Ну и не пропускайте наши брифинги. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok